Если это видео не посмотрите вы, то его очень внимательно и до самого конца посмотрят солдаты НАТО. Давайте разберемся уже с этой зловещей организацией, с главным событием этого лета, саммитом НАТО в Вильнюсе. Почему это важно именно для вас и зачем обязательно следить в эти дни, даже если вы все совершенно пропустили. Всем привет, меня зовут Нина. Всю жизнь я профессионально работаю именно в международной сфере, много лет журналистом-международником. В том числе занесло меня, говоря про нашу тему, сегодня занесло меня на несколько саммитов НАТО. Знаете, даже специально для вас посмотрела несколько популярных ток-шоу на Русском ТВ, выпусков новостей. Не простое, конечно, это испытание для психики и для профессионализма, потому что после каждого выпуска могу представить целый список откровенных факапов. Министр иностранных дел Германии вдруг становится министром обороны. Путают имена и фамилии, путают целые страны. Буду на это сегодня ссылаться. И отдельно, отдельно очень хотела с вами обсудить вот такой момент, развлекательный, в общественно-политических ток-шоу, когда ведущие пародируют другие языки и другие страны. Евгений Попов на моих глазах в эти дни неудачно пытался поговорить на мове. Для того, чтобы подключить мозг, пане Зеленский, необходимы его мати. Владимир Соловьев специализируется на немцах. Да, это не маленький, совсем маленький фюрер. Он у нас вообще полигод. И вот я никак не могу понять связь. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях связь между официальной повесткой России сегодня. Насколько я понимаю, ключевой фактор – борьба с национализмом. Так вот, связь официальной повестки и ведущих на федеральных каналах, которые эту повестку и продвигают в массы, и которые пародируют откровенно другие языки, другие народы. К слову сказать, и украинцы, и немцы – это национальное меньшинство России. Я никак не могу эту связь уловить. Расскажите, что думаете по этому поводу. Давайте перейдем к самой актуальной повестке. Еще будет несколько очень ярких примеров того, как сложно достигается это единство, если вообще достигается. Вы знаете, пожалуй, главная особенность этого саммита, что борьба будет идти ну просто за каждое слово, за каждую формулировку. Поймете сейчас почему. Три вопроса, за которыми стоит следить эти дни очень внимательно. Украина, Швеция, НАТО. Давайте по порядку. Начнем, конечно, с Украины. Самый важный вопрос для моей русскоязычной аудитории. И сразу вам фильтр, чтобы никто на ваши ушки лапшу не вешал. Членский билет в НАТО никто на этом саммите Украине давать не будет. Сейчас в блоке есть понимание того, что в настоящий именно момент это невозможный. Почему я говорю про лапшу? Потому что, опять же, в русских новостях это подается, вернее, ток-шоу общественно-политических подается именно так. Внезапно, внезапно оказалось, что НАТО не готово брать Украину. Внезапно, видимо, для редактора этой программы, которая впервые для себя открыл вообще новостную ленту или Википедию. До Википедии даже не дошло, видимо, дело. Да, то есть вот есть такое понимание, что именно сейчас это невозможно. И буквально накануне, в эти дни, такие заявления сделали и президент США Джо Байден. И Йенс Столтенберг. Олаф Шольц. Почему? Причина очень простая. Очень мало желающих, конечно, в этом участвовать. Но, но взамен, то есть разговор о членстве именно сейчас не идет вообще, но взамен, взамен, конечно, Украине что-то предложит. Давайте разберем три пункта, о которых сказал сам Столтенберг. Можете речь его даже на русском найти на сайте НАТО. Три важных момента, которые активно будут обсуждаться на этом саммите. Первое, это многолетняя программа помощи и одна из главных целей, это так называемая полная оперативная совместимость между ВСУ и НАТО. Но это значит, да, что они могут в критических ситуациях взаимодействовать и друг друга понимать, что вообще происходит. Второй пункт, это создание совета НАТО-Украина. Это уже политические связи, чтобы они могли друг с другом напрямую разговаривать, организация и страна. И в-третьих, вот здесь главная интрига, здесь главная интрига. Перспективы, перспективы конкретные членства Украины в НАТО в будущем. На самом деле, опять же, для бэкграунда, Украине членство в НАТО пообещали еще 15 лет назад. В 2008 году саммит в Бухаресте, Украине и Грузии, но без всякой конкретики. И в этом и будет главная интрига. Дойдут ли до этой конкретики. То есть это не что-то новое, что пообещали. Пообещали 15 лет назад. Но главная интрига в том, дойдут ли до конкретики и в какой именно форме. И поэтому я сказала, что борьба будет идти просто за каждое слово, за каждую формулировку. Потому что, опять же, с этим должны быть согласны все члены блока. Второй вопрос, важный, за которым следим, это Швеция. Эрдоган, напомню, стал шлагбаумом на пути Стокгольма. Финляндия проскочила, Швеция нет. И на прошлой неделе проходили встречи высокопоставленных чиновников этих стран. Сегодня в понедельник Столтенберг, Эрдоган и Кристерсон, премьер-министр Швеции встречаются, будут пытаться о чем-то договориться. Опять же, следим за формулировками, потому что очевидно, что Швеция не станет членом прямо на этом саммите. Это все-таки процедура, это занимает время. Хотя Швеция уже на подходе. Но как именно будет сформулирован прогресс? Кстати, если вы хотите разобраться уже, наконец, а что там происходит со Швецией? Почему это все-таки получилось у Финляндии? Как вообще попасть в этот блог, если вы вдруг решите? А главное проанализировать и разбить на самом-то деле самые популярные мифы на то обязательно посмотрите мое видео вот здесь вверху по ссылочке или внизу в инфобоксе, где я эти темы подробно и аргументированно разбираю. Это видео на разных платформах посмотрело уже более 50 тысяч человек. Вы знаете, до сих пор вижу, как просто бомбит, бомбит ура патриотов, чья картина иллюзорная на самом деле мира рассыпается просто на маленькие кусочки. В частности, очень их раздражает разбор вот такого ложного представления о якобы гарантиях о нерасширении НАТО на восток документально не зафиксировано. И вообще, ребята, их прям жестко бомбит постоянно под моим видео. Ну и вообще, друзья мои, друзья мои, я думаю, все вы прекрасно понимаете, что вот эта позиция, ой, я не смотрела новости, вообще я не разбираюсь в мировой политике, позиция как для мужчин, так и для женщин, понятное дело, в наши дни показала свою полную несостоятельность. Поэтому подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Буду для вас. Пишите, пишите, какие темы вас интересуют вообще по международной политике. Третий важный вопрос, за которым внимательно следим в эти дни, НАТО. Что из себя представляет организация, чего она достигла за это время, какие новые цели перед собой ставит. И одна из главных тем, это расходы на оборону. Еще один яркий пример сложности достижения единой цели. Так скажем, в 2014 еще году, то есть почти 10 лет назад, члены блока взяли на себя обязательство 2% ВВП повысить свои расходы до 2% ВВП на оборону. В тот момент всего 3 страны этому критерию соответствовали. Сейчас, почти спустя 10 лет, спустя полтора крайне стрессовых критических года, по последним данным, НАТО, информация опять же на их сайте, 11 членов уже этому критерию соответствует. На самом деле это всего треть. Но теперь поменялся параметр, так скажем. Вот эти 2% из потолка хотят сделать полом. То есть минимум 2% тратить, а лучше больше, как считают в НАТО. Тема, конечно, сложная. Опять же, удивятся ура-патриоты. Но вообще очень мало кто. Всегда есть, конечно, группы, люди, которые заинтересованы в этом. Но на самом деле западные страны, европейские в первую очередь, страны, политики не особо горят желанием на это деньги свои тратить. В общем, чем они активно и занимались предыдущие годы. Другой важный параметр, тоже цели, которые были поставлены на саммите в Мадриде в прошлом году. Очень амбициозные, например, перевод 300 тысяч военнослужащих в режим повышенной готовности. Не буду уходить в детали. Военнослужащие стран НАТО, а не самого НАТО, подчеркну. По оценке западных, опять же, аналитиков, прям какими-то особыми успехами в их достижении, в настоящее время блок похвастаться не может. Но, опять же, обращаем внимание, что они по итогу саммита скажут, появится ли что-то новое. Итого, даже по такому вот раскладу, я думаю, вы понимаете, насколько детальный, микроскопический должен быть анализ итогов саммита. Каждое слово, каждая формулировка, каждая цифра. Поэтому обязательно дайте мне знать, пожалуйста, в комментариях внизу, если вы хотите, чтобы я еще по итогам саммита для вас такой разбор сделала. Оставайтесь умными, оставайтесь сбалансированными. Голову включайте, телевизор выключайте. Тем более, миллион сегодня привела вам причин, почему это давно пора сделать. Остаемся на связи и скоро увидимся.